ну что ж друзья здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я обычно в своей жизни очень слежу за тем чтобы меня не называли софией меня зовут софия я очень повеззависимый человек я считаю что я не эксперт я могла бы стать коллекционером но я не стала коллекционером друзья приветствую вас сегодня у нас видео с сюрпризами потому что здесь распаковка сюрпризы лития парфюмы которые здесь в коробке нет не сюрпризы я большинство из этих парфюмов знаю но что-то по моему там есть вслепую в малых форматах для знакомства и будем считать что вот эта посылка сбыча мечт сбыча мечт который было бы невозможно без магазина рандеву друзья друзья вы знаете что у меня есть промо код надеюсь у нас скидку 10 процентов есть два промо кода на самом деле один в инфобоксе такой я его еще не выучила может быть и не выучу но есть стандартный 10f софии он надолго работает все в порядке друзья я вам очень очень признательна всегда за любую помощь мне за то что вы пользуетесь промо кодами за то что вы подписываетесь и я приветствую новых подписчиков за то что ставите лайки и пишите комментарии сохраняете видео и конечно отдельное спасибо друзья за то что вы помогаете мне с животными есть канал и вот чтобы сейчас долго не не рассказывать есть канал не выходные варианты в телеграме многие из вас уже пришли остались спасибо друзья там все мои отчеты по собакам по кошкам и там распив парфюму сейчас огромнейшие скидки том и форды и пин халлигансы снятые миллер и харриса идут просто по бросовым ценам потому что мне всегда нужны деньги и вовсе не на парфюмы на парфюмами деньги нужны но я считаю что я пробую заработать как-то и опять же спасибо магазина родовую за сотрудничество и все время это я стучу по коробке что ж такое и друзья если вы живете в ростове или ростовской области если вы у вас есть какие-то выходы на блогеров в инфобоксе ссылка на волонтеров из ростова пожалуйста как-то распространить информацию передайте пожалуйста что нужна помощь серьезная пожалуйста 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 вот друзья распаковка давайте пока я буду распаковывать я не по парфюмам буду говорить я сейчас в очень стревожен подвешенном состоянии вы знаете что мы спасаем котенка и филю чувствует себя хорошо пользуется лоточком играет его полюбила вся ветеринарная клиника филе должен попасть в семью который будет его любить и где нет кошек и я была там воскресенье в воскресенье филин сдала анализы и мы ждем результатов анализов и я просто очень хочу чтобы диагнозов было минимальное количество какое количество конечно снимется чтобы было поменьше чтобы филин нашел дом мне очень хочется чтобы под новый год случилось как это добрая сказка сказка которая стала явью так скажем и так друзья распаковка здесь будет кое-что неожиданно но не сам парфюм а вот мне некое кое-что неожиданное для меня неожиданное для меня сейчас буду все объяснять я вам все объясню давайте так вот сделаю еще не глядя буквально новые формы что это все выну уберу коробку коробку коробки мне нужны и они конечно нужны чтобы отправлять парфюмы но друзья но кроме этого я еще в таких коробках где-то вот рассыпаю сушку чтобы собаки могли приходить есть потому что зима друзья я вас очень прошу не важно вот вы допустим мне не помогаете не информационно не так не так не так просто смотрите кормите пожалуйста животных уличных бездомных и я знаю что очень много моих подписчиков вот я просто вас обнимаю вас очень люблю я знаю что вы помогаете хвостам там где вы живете спасайте их работ низкий вам поклон спасибо огромное же это очень тоже так смотрим на подарки что-то там микро биомикро пил софт гель хорошо хорошо масочки масочки снова отлично какая-то бумажка сопроводительная нам не надо такое давайте начнем с малых форм начнем с малых форм и смотрите какой пакет первый раз такую упаковку вижу из магазина но это очень правильно всегда так делаете вот сюда а там пупырка внутри этого дни как хорошо так друзья что у нас я набрала такое количество всего к я молодец так сейчас мы будем пробовать сети парфюмы которые пришли я забью свои рецепторы и когда тело дойдет до главных героев этого видео я уже ничего не смогу чувствовать но тем не менее тем не менее тяжела наша жизнь блогерская какие трудности нам приходится преодолевать с какими лишениями мы сталкиваемся вы себе даже не представляете так что это арабин ут рисала я это просила арабин ут рисала ну ладно ладно у нас были с собой салфеточки мы будем экономить салфеточки и желательно не на себя это все брать быть арабин ут рисала слушайте я давно смотрю на этот парфюм но но там очень красивый флакон и вот этот красивый флакон он стоит каких-то нереальных денег есть еще что-то такое подешевле но я предполагаю там нет крышки а в крышке все дело все я все поняла это было был осознанный ход что у меня тут на голове это мне пора в парикмахерскую так это не в бессознательном состоянии его хвалят и с чем-то там сравнивают ну какая это приятная вещь какой он сладенький и он мне напоминает утбуке это вариации утбуке ну какая классная о божечки какая красота слушайте конечно надо проводить параллельное параллельный затест в чем то есть разница я без параллельного затеста не скажу ну это такая вот это не тяжелая версия не какая-то такая вот варма маслянистая удово-удовая очень гурманская какая-то вот с орешками что-то такое боже мой как это хорошо так кто молодец это было не зря хорошо номер два вспомнила значит дело было давно дело было то время когда я знакомилась с коробочкой душу и если вы не очень давно на моем канале посмотрите пожалуйста плейлисты у меня есть целый плейлист коробочка душу там я пробовала в основном нишевые парфюмы знакомилась с ними и это были новинки абсолютно спасибо мой милый друг спасибо тебе соседушка я почти тебя люблю как это нута какая-то нута нет мы торцы поют вот и я знакомилась с теми парфюмами которые только появлялись на парфюмерном рынке их вот только начали там привозить какие-то парфюмы и я познакомилась я буду по секунде говорить я познакомилась с маркой Эйтен Боб Ньюи де Мегеф Мегеф Меджеф вот милый мой ты еще и дядя когда я поступала в музыкальную школу да и все через это прошли вам отбивают ритм там какой-то повтори девочка вот я помню что этот парфюм или эта марка связана с какой-то историей любви и отношений и я помню что мне этот парфюм очень понравился и я как-то это рассказывала о том что это вот что-то я помню свой парфюм и я не помню я помню свой рассказ о том что это какой-то теплый вечер встреча друзей и эта встреча друзей постепенно 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 перерастает во что-то более серьезное глубокое какие-то романтические отношения Когда я увидела, что появилась эта марка и есть отливант этого парфюма, я поняла, что я хочу вернуться, ну, по крайней мере, вот к такому небольшому объёму. Я помню, что старт этого парфюма отличается от того, что будет потом. Ну, я плюс-минус понимаю, сейчас он довольно прохладный, он такой древесный, чуть дымный и холодный. Вот он потом на коже согревается, мне кажется, там есть ветивер. Я не помню пирамиду, но мне кажется, вот там есть ветивер, его хорошо слышно, на крайней мере, мне. И дальше, вот дальше будет интересно, поношу, всё, я не жалею, что я повторила. Я помню, что я была очарована этим парфюмом именно в связи с раскрытием. Потому что вначале он мне не давал никаких надежд на то, что будет нечто иное, скажем так. Но иное случилось. Так, номер два. Так, вот это у нас было. Был от Левант. И ещё один. Так, секундочку. Что? Я рисал и купила, заказала. Две штуки. Ну, какая я молодец. То есть у меня его много. Отличненько. Вот. Вот, вот и вот. Так, вы видите. Тревел 8 миллилитров. Что же это такое? Это я пустилась в какую-то авантюру и решила послушать. Амуаж опус. Какой? 14-й. Роял табака. Вот. С опусами у меня никак. Ни одного не знаю. Ничего не слышала. Хочу знакомиться. Тем более, что, ну, давайте я вам так признаюсь. Мои парфюмерные полки не то, чтобы опустили, но вот этого вот размаха уже нет. У нас больше 100 парфюмов в распеве. Ну, друзья, приходите, посмотрите. И поэтому, это иллюзия, конечно, что мне выбрать не из чего. У меня есть из чего выбирать. Но все равно вот эта вот парфюманическая история такая. А, мне нужно много. Вот, вот, вот тебе, Соня, по полтора миллилитра. Много, вот тебе, восемь миллилитров. Играй. Играй, играй. И вот я подумала, что для таких вот парфюманических блогерских игрищ мне достаточно небольших объемов. Поэтому вот у нас будет знакомство с этим Роял Табака. М-м-м. Вот ты какой. Вообще не помню пирамиду, но, да, может быть, я даже ее и не знаю. Слушайте, если я на что-то там смотрю, да хоть минуту я буду смотреть. Если мой мозг говорит, зачем тебе это, Соня, не надо, не вспоминать. Я и не буду вспоминать. Есть копченость. Что-то там подкоптили. Колбаску. Подкоптили колбаску. А в самом старте был дым. Вот этот дым есть и сейчас, но дым отдельно. А колбаска отдельно. Хорошая колбаска. Со специями. Есть что-то такое темное с малиновым. Ну, табак там есть, но есть что-то такое очень темное, кроме табака. И вот это темное мне очень нравится. Ого, как это прекрасно. Возможно, парфюм больше, конечно, мужской. Ну, просто дело не в том, как это пахнет, а дело в том, как это носить. Вот я думаю, как это будет пахнуть на мне. И это большой вопрос. Может быть, в конце видео я нанесу на тебя парфюм. Но, по моим ощущениям, это должно быть что-то очень громкое. И, возможно, очень стойкое. Но ощущение вкусной колбаски, слушайте, может быть, не поесть, конечно, надо бы. Ну, не отпускает, не отпускает. Нравится. Все нравится. И последний афлевант, который связан с одним из флаконов. И как мы поступим? В какой очередности мне вам рассказывать? Ну, хорошо. Давайте так. Афлевант. У меня теперь в носу пахнет колбасой. Копченый, дорогой. Вы знаете, это что-то такое. Я не знаю. Брауншвейгской какой-нибудь. Так, что из себя представляет очередной следующий афлевант? Так, это Нишаны. И это, друзья, бабушка слепая. И это, друзья, Вулонг Ча Икс. Икс, понимаете ли. Давайте я уже скажу вам и покажу вам, что я не задубливаю парфюмы. Я не задубливаю парфюмы, говорит вам Соня. Не надо падать. Падать не надо. Я не задубливаю парфюмы. А сама задублила. А сама задублила, потому что появился вот этот Икс. Появился Икс. И мне стало любопытно, что за Икс такой, но при этом мне стало страшно, что без Икса они больше не будут продавать и не будут выпускать. Поэтому, ну, к этому мы вернемся. А вот Икс я хочу попробовать. Говорят, что вот эта вот Иксовая линейка, она более яркая, что ли. У нас будет возможность, у нас с вами будет возможность сравнить. Сравнить обе версии. Ну, вот сейчас вот без сравнительного анализа, наугад, наобум скажем, что мне Иксовая версия нравится. Иксовая, Иксовая версия нравится. При этом она сохраняет вот это цитрусовое звучание. Но мне кажется, Икс более мягкий, более округлый, более цветочный и чуть-чуть более сладкий. Но сладость не гурманская, сладость именно цветочная. Это хорошо. Но это немножко мылит. Вот на салфетке мылит. Интересно. Интересно. Итак. Влок-чан. Не упадаем. Влок-чан. Влок-чан. Вот. Все. Итак. Снова рассказываю эту историю. Нина Бергман познакомила меня с Адлевантом. Я влюбилась в этот парфюм. Я стала носить этот парфюм в минус 25, в минус 30. В морозы. Я вспомнила Чинг Май. Чуть прохладное, солнечное, но уже залитое солнцем. Чинг Майское утро. Зеленый чай на террасе. Цветочки, птички. И с гор чуть-чуть прохладно. Чуть-чуть. Который уйдет через буквально 20 минут. Я люблю этот парфюм. Я обожаю этот парфюм. Я ношу этот парфюм. И я купила его в остатках. У меня есть остаток. Во флаконе я его показывала в каком-то из предыдущих видео. Я знаю за собой эту бетон. Если у меня маленький остаток, я не пользуюсь. Ну, то есть ничего не происходит. Я смотрю. Один пшик на пальчик. О, как я люблю этот парфюм. И я экономлю. Вот чтобы не экономить и чтобы пользоваться, прям пользоваться, как я хочу. Многапшична. Тихо. Тихо. Я задублила. Я задублила. И опять же, да, появление вот этого вот фланкера меня стало напрягать. Тихо. Явление фланкера меня стало напрягать. Так, ну что же. Экстрат де парфюм. Я покупала без коробки. Остаточек. Остаточек небольшой. Вот, друзья, вот это все так вот выглядит. По-моему, без коробки. Что-то было. Так, вот так вот. Вот так. Вам письмо. Вам письмо. Боже. Тут еще. Как же красиво. Боже. Как же красиво. Открытка. Выглядит. Выглядит роскошно. Так, как мы поступим? Как мы поступим? Давайте я возьму вторую салфетку. И мы пока попробуем потестировать на салфетке. Надо сказать, что посылка ехала в мороз, посылка постояла совсем немного. Я понимаю, что парфюмам надо отдохнуть и все на свете. Ну вот, судя по салфеткам, я могу сказать. В лонгча без икса более чайный, более терпкий, более шершавый. В старте, по крайней мере. Более цитрусовый, лимонный. С иксом. С иксом цветочный. Цветой. Красивый. Очень. И есть шанс, что я вот это тоже захочу. Это ужасно звучит. Это звучит ужасно. Но это правда. Это правда. Друзья, я тут задумала челлендж себе. Я потихонечку этот челлендж как-то выполняю, да, в блюду. Как правильно сказать со словом челлендж? Оно, конечно, не русское, но как это будет в русский челлендж что? Подскажите мне, пожалуйста. Я подумала, что я на собственном опыте буду осваивать цитрусы в мороз, в зиму, в снег. У лонгча, вот да, ношу. Есть еще несколько парфюмов цитрусовых. Я об этом пишу. Не обо всем. Не обо всем. Есть секретики. О чем-то не пишу, но буду рассказывать. В видео ношу цитрусовые парфюмы. И вот я думаю, чтобы такого еще цитрусового поносить, может быть, у меня есть какие-то отливанты, я их не помню. Так, в принципе, у меня, наверное, сейчас цитрусовых парфюмов не так, чтобы много. И у каких-то там супер пафосных парфюмов цитрусовых не очень много. Но я в этом направлении сейчас хочу двигаться. И это связано еще кое с чем. Вот я за собой сама замечаю, наблюдаю, что я стала очень ярко воспринимать вот эти цитрусовые ноты. Даже там, где я не хочу на них концентрироваться, там, где раньше они не звучали ярко. Они сейчас на меня так даже иногда покрикивают, чему я не рада. И я понимаю, что вот у меня сейчас такая пора, что я ярко слышу цитрусы, может быть, я их хочу, может быть, мне не хватает витамина С, не знаю, как это может быть связано. Поэтому я хочу осваивать вот эту цитрусовую поляну парфюмерную и хочу для себя что-то понять еще. Может быть, посмотреть на какие-то парфюмы с новой точки зрения. Но повторяю, у меня, как и таковых, цитрусовых ярких парфюмов не очень много. Есть какое-то количество. Буду готовить видео. Что же нам делать? Ну, давайте, Нишане, пока я сделаю паузу, я буду носить, я буду вам обо всем рассказывать. Ну, я, друзья, в восторге и от одного парфюма, и, к своему сожалению, от второго. Потому что он красив, очень красив. Я думала, что будет какое-то фу, я скажу, ну, ладно, пусть побудет у меня отлипатик. А вот так вот посмотреть, все нравится, все нравится мне. Давайте следующий парфюм. Вы думаете, это все? Это не все, друзья. Итак, я, конечно, считаю себя очень таким стильным человеком. Я люблю парфюмы Серж Лютанса и строгие лаконичные формы, формы факторов Лютанса. И вот, например, Нишане мне очень нравятся флаконы. Есть какие-то флаконы, которые я считаю красивыми, но эстетика эта, да, красота эта, она не очень моя. Ну, то есть вот так вот это красиво, но ко мне это не очень, как это говорят, не очень рифмуется со мной. Но тем не менее, друзья, но тем не менее, есть парфюмы, у которых, ну, не важно совсем, мне не важно какой-то форм-фактор, а важно, как это звучит. И, друзья, мы сейчас поговорим с вами о Делине. Вот, о Делине. Ну, во-первых, у меня некоторое время назад была в самом-самой остатке Делина. Это, например, Делина, если что, Делина, и мне Делина не зашла вообще. И я такая думаю, ой, как хорошо, господи, как же прекрасно. Мне не нужна эта Делина, за которую все носятся, и за которую все хотят, и которая стоит каких-то больших денег. Зачем мне это нужно? Нет-нет-нет, мне это не нужно совсем. Делина, и я иду на мероприятие с своей коллегой, и она всегда великолепно выглядит, она всегда великолепно пахнет. И я ей говорю, что на вас, боже мой, что это вообще за счастье такое, что это за парфюм такое, она говорит, это Делина. Но Делина эксклюзив, друзья. И я дотерпела, это было, по-моему, год назад, ну, где-то вот так вот была зима. Я дотерпела до вечера, и вечером я заказала себе тревел этой Делины. Я его ношу активно, износила больше половины, наверное. И, друзья, у меня появился полноразмерный флакон. Я очень рада, что появились небольшие флаконы, небольшие. Это, во-первых, другая цена, мягко говоря. А во-вторых, друзья, это реальный объем, который можно носить, можно с какой-то перспективы, скажем, можно сносить. Как говорится, давайте жить до 120 лет. Так, ну что же, немножко пошуршали, все, конечно, засвечивается. Это тут бледно-пудровая украска, бледно-пудровая коробочка. Еще мне нравится Делина ля Розе. Я посеяла где-то тревел. Я не знаю, где у меня. И посмотрите, посмотрите, какая, какая миссипусишная. Господи, господи, ну как тебя не любить? Даже вот, окей, это не моя эстетика. Моя. Моя ты любимая эстетика. Розовой помадой накрасится. Такая. С перламутровыми, да, с перламутровыми пуговицами. Вот. Даже, если бы у меня была маленькая данская сумочка, а не огромный рюкзак, в котором я ношу парфюмы Олечки для распива, я бы этот флакончик клала себе в сумочку. Тридцатка, да? Да? Скажите мне, это же тридцатка. Где смотреть? Да? Тридцать миллилитров. Друзья, посмотрите, появились тридцать миллилитров. Я сейчас не буду на себя обрыгать. Он, этот парфюм воплощение женственности. Вот он не столько про цветы-то, хотя там цветы, безусловно. Он обладает каким-то вот этим, выражаясь не нашим словом, вайбом. Он обладает именно вот этим вайбом. Вот эти вот вибрации какие-то идут, это и так, это и другое. Другая тема про вибрации. Друзья, это очень женственно. Это очень красиво. И это очень комплиментарно. Ну, во-первых, вот я сказала комплимент своей коллеге. Мне на этот парфюм говорят комплименты. Ну и флакончик. Особенно, если он маленький. Я беру все свои слова обратно. Маленький флакончик, это прямо настоящая игрушка. Имеем право. Так, я хочу вернуться к этому, ну, короче говоря, я хочу вернуться к этой колбасе. Я хочу ее послушать, я хочу ее понять. При этом надо как-то сделать так, чтобы эта колбаса ни на что не попала. Ммм, какая колбасочка. А, не просто колбасочка. Она, знаете ли, идет, по-моему, какой-то закуской. Ну, то есть, налили крепкие, хорошие напитки, порезали колбаску. Какие-то охотничью колбаску. Со специями. Ой, как вкусно. О, Боже. О, Боже. Надо будет идти готовить ужин. Это пахнет великолепно. Я пока не очень понимаю, как это... У меня прям слюненько. Я пока не очень понимаю, как это носить вне застолья. Потому что, не знаю, я сейчас табака даже не слышу. Ну, хорошо, пусть это, допустим, вы заходите в помещение, где уже гудит все, да? Выпивают и едят вот это спиртное закуски, мясные блюда, ну, копчености. И в углу на кожаном кресле сидит какой-то аксакал и курит трубку. Что дальше там будет происходить, друзья, мы узнаем. Я поношу этот парфюм, вам, конечно, расскажу обо всем. Это очень интересно. Это очень интересно. И мне интересно. Вообще. Колбаса останется? Я хочу колбасу, я ее не ем, но... О, боже. Друзья, я надеюсь, вы поставили лайк, написали комментарий. Или подписались на мой канал, друзья. Я побежала готовить ужин. Я всех обнимаю. Продолжение следует. Я буду все это носить. Я очень довольна всеми парфюмами. Всеми парфюмами. Охотничьей, брауншвейкской. Какая еще бывает вот такая вот. Жирненькая и специевая. Копчено. В общем, друзья. Все, продолжение следует. Спасибо, что были со мной.